Ремонт дорожного покрытия в селе Денисовка уже подходит к своему завершению. На то, чтобы привести в порядок почти 2,5 километра асфальтового полотна, было выделено 80 миллионов тенге. Начали в принципе с улицы Чапаева в прошлом году, Красных партизан, Амангельды. То есть это центр, где основное движение к зданиям, которые необходимы для обслуживания к цону, к почте, к телекому. По сравнению с тем, что было, небо и земля, поэтому можно по таким дорогам ездить и улыбаться. Еще 189 миллионов тенге на средний ремонт автомобильных дорог выделено по программе АОЛ Ельбисега. В том числе на обновление асфальтового покрытия в селе Алчановка. Все работы по восстановлению дорог в Денисовском сельском округе проводит подрядная организация БКТЖОЛ-2021. И лабораторные исследования показали, что асфальт соответствует всем требованиям. По договорным обязательствам мы даем 36 месяцев по договорам, но этот асфальт здесь у нас лет 15 будет стоять. Отремонтировали дорогу и в селе Некрасовка. Дорога у нас тут была в очень таком удручайшем состоянии, потому что у нас проводили газ, у нас проводили воду. Перерыта здесь было очень много. Но мы, конечно, очень рады, что вот сейчас, в этом году нам сделали асфальт. На завершающей стадии работы и в селе Аятское, как пояснил подрядчик, кроме укрепления обочин, осталось нанести разметку и установить знаки, что и будет выполнено в течение недели. Мы находимся в 230 километрах от областного центра, поэтому логистика и движение на сегодня строящейся дороги в области республики имеют огромное значение, и тем более для нас. И сегодня мы просто счастливы и горды тем, что мы оказались в этой программе. Кроме этого, выделено финансирование в размере почти 100 миллионов тенге на проведение работ по укладке асфальта на дороге Аятский-Зааяцкий, куда и вошел мост. Здесь уже проведен ямочный ремонт, и уже скоро щебеночная дорога протяженностью 1 километр 200 метров будет бить асфальтовое покрытие. Данные дороги значимы тем, что они соединяют наши районные усадьбы и центральную дорогу, это Денисовка-Зааяцкая, то есть автомобилисты могут уже беспрепятственно ездить уже по асфальтному покрытию, что, конечно, сохранит и автотранспортные средства, и время движения на этих дорогах. Все работы по восстановлению дорожного полотна планируется завершить до конца августа месяца. Валерия Зиновьева, РТН, Денисовский район. При содействии телекомпании «Акцент».